И вы знаете, что есть супер-хасиды такие, которые, живя в Израиле, да, они против Израиля говорят, что должен прийти Мессия и собрать евреев Израиля. Так как Мессия еще не пришел, значит, тот Израиль, это не настоящий Израиль. Будет настоящий Израиль. Ну, вы знаете, что, к сожалению, наш светский Израиль, который мы видим сейчас, он совершенно не соответствует Божьим стандартам, да, вплоть до гомосексуализма там и других вещей. И я думаю, что Бог Израиль за это еще хорошо накажет, и это описывало пророка Захарии, вы помните, да? Но вот, к сожалению, я знаю просто, что суд Божий всегда начинается с Дома Божьего. Но в то же время Израиль создан по Божьей воле. Вы знаете, что есть три мнения. Одни говорят, что сначала евреи приедут в Израиль, да, и там они принят Мессией. Есть такое мнение, что евреи сначала примут Мессию, да, потом поедут в Израиль. Ну, а третьи говорят, что может и так быть, может и по-другому. В Библии и так, и так сказано, да. Возможно, будет даже несколько этапов этого явления. Ну, еще каббализм, который был в средние века, вы знаете, это было ограниченное движение для посвященных. После того, как были ряд таких, вот мы уже рассказывали, в Жиме Си, которые свихнулись, да, буквально сошли с ума. В результате изучения каббалы каббала была запрещена к изучению. Если не соблюдает человек определенные условия, он должен быть старше 30 лет, он должен быть женат, и он должен обязательно иметь наставника по каббале. Но, к сожалению, сейчас идет профанация каббалы. В особенности, как каббала, так, впрочем, и сатанизм в Голливуде. Голливуде, это, знаете, довольно еврейское местечко, много режиссеров евреев, да, и так далее. Ну, есть еще каббалисты, такие типа Лайтмана, которые являются, в общем-то, ну, как профанацией считается, что это каббализм. Каббализм, и, к сожалению, это сейчас и происходит. Есть еще ряд таких уже бесил, уже пророков, которые, ну, так, наверное, они евреи, но крещеные. Потому что Малахия из Арма. Малахия из Арма, монах-цистертианец. Как вы думаете, какие корни у этого человека могут быть? Да? Ну, если вас зовут Малахия из Арма. Да. Значит, Малахия из Арма, это следующее, уже мессия, да, уже пророк. 1094 год по 1148 год. 1094 год по 1148 год. Сейчас у нас идут такие лжемессии, которые связаны с еврейством, но не являются строгими евреями, потому что это крещеные евреи. Значит, в 1139 году иранский монах-цистертианец из Арма совершил паломничество Рим и оставил там список из 113 латинских титулов для каждого папы, который будет править с этого времени. Титулы предположительно предсказывали имена пап, места их рождения, приходы, гербы и основные события во время их понтификатов. Что такое понтифик? Понтифик – это вообще означает жрец. Вообще, слово понтифик – это мост-остроитель, если буквально. Понс означает это что? Мост по латыни. Понтифик – это мост-остроитель, это человек, который как бы делает мост между богом или богами, да, и человеком. И многие римские императоры еще во времена язычества получали титул понтифик. И этот титул унаследовал себе первый из таких вот как бы христианских императоров – Константин. Хотя его с большим трудом, может быть, тяжко было бы назвать христианином, если считать, что этот человек не принимал водное крещение до самого дня своей смерти. Но тем не менее вмешивался во все церковные дела. Довольно своеобразная личность, я сейчас не буду о нем говорить. И вот с этого момента слово понтифик перешло в лексикон римской католической церкви. И стало обозначать верховного руководителя. И вот этот человек, Малахия из Арма, составил предсказания на всех будущих пап. Вот для папы Иоанна XXIII, который был с 1958 по 1963 год, а сам Малахия, вы видите, жил в 1094 по 1148 год. Вы считаете, почти за тысячу лет до этого. Он предписывал назначение пастор и моряк. А Иоанн до того, как стал папой, был патриархом в городе Портия в Венеции. Термин «моряк» был использован ранее как девиз папы Григория XII, который также родился в Венеции. Следующий преемник Иоанна, папа Павел VI, был определен как цветок цветков. В средние века церковным символом цветка цветков была лилия. И папский герб Павла включал в себя три лилии. Для Иоанна Павла I, который умер после 34 дней нахождения на посту папы, как его выбрали, он только 34 дня был папой. И умер. Его девиза была «С полумесяца». Светское его имя звучало как «Альбина Лючиани», по-латыни «Лунный свет». И за время его короткого правления полная луна прошла ровно половину пути. То есть он стал папой и умер во время появления на небе полумесяца. Его преемник, папа Иоанн Павел II, который недавно, помните, умер, родился 18 мая 1920 года, в день полного затмения солнца. И его девиза была «От восходящего солнца». Кроме того, он был первый папой из Восточной Европы, а восход – восходящего солнца, да, с Востока. Значит. И, возможно, другие интерпретации. Следующим. Папой после Иоанна Павла II, это уже нынешний папа, значит, чудесная олива. Чудесная олива – это, значит, отношение папы к ордену бедедиксенцев, также известных как оливитянцы. Оливитянцы. Возможно, что его правление будет коротким, а также, что его папство будет связано с миром. То есть во времена его правления будет развиваться экуменическая церковь, будет развиваться мир. Помните, как мир-выр будут все говорить, а потом чем закончится? Большой вынушкой, да? Вот. Так что у него такие вот. И последний папа, еще его нету, определен как римский Питер. Вперед слоты, он там о нем, что пишется, говорит так. Во время сильных гонений римской церкви сядет римский Петр, который накормит свое стадо среди многих несчастья. Город на семи холнах будет снесен, и великий судья будет судить людей. А это что-то очень похоже на то, что в Откровении, да? Рим будет снесен, оказывается, с лица земли во время последнего папы. И сейчас у нас, значит, если по списку вот этого Арна, да, Малахия из Арма, получается предпоследний папа. Я говорю, что время, по всем временам, по всем предсказаниям последнее. Я не говорю, что это истинный пророк, который так предсказывал, но пока его пророчества оказывались верными. Ну, я еще раз говорю, что и бывают и лжепророки, которые пророчествуют верные. А? Да. Я думаю, что все-таки это лжепророк. Потому что, вы помните, истинные пророки дают для назидания, для утечения, да, а не просто для того, чтобы предсказывать будущее. Итак, мы видим, что во время сильных гонений будут сильные гонения на церковь, и в церкви сядет римский Петр, который накормит свое стадо среди многих несчастей. Город на семи холмах, то есть Рим, будет снесен, великий судья будет судить людей. То есть, это либо будет последний суд, либо это будет суд, который будет осуществлять Антихрист, да? Тоже будет судьей. Вот. Следующее. Мишель Настрадамус. Слышали все про него, да? В особенности в последнее время все его предсказания вытянули. Некоторые так за уши притягиваются. Вот некоторые предсказания действительно верные. Родился он в 1503 году в городке Сент-Реми, в Провансе. И по отцу, и по матери он еврейского происхождения. Оба деда его, Пьер Настрадам, был поток выходцев из Италии, из Нострадонна города. И второй дед, Жан-де-Сан-Реми, были влиятельными и занимавшие высокое положение врачами. Они лечили герцогов и королей. И сам Настрадамус, как вы знаете, он был придворным лекарем, а заодно и придворным отравителем. Поэтому пророчество, если человек живет, какой он жизнью? Жил ли Настрадамус действительно Божий, святой жизнью? Правда? Это был каббалист, оккультист, он был еврей по отцу и матери. Но он был крещен, вернее, его родители крестились, и поэтому в 1503 году Мишель, сын Жака Ирини, родился уже католиком. И его судьба стала символом перешедших в католицизм евреев. Начальное образование Мишель получил под руководством своего деда, который был лем-медиком, графа Прованса. И в 19 лет успешно окончил Авеньонский университет и проявил выдающиеся способности в небесных науках. Можете себе представить юношу, который в 19 лет уже закончил университет. С 1522 по 1925 год Мишель Настрадамус изучал медицину в университете Монт-Пелье. И в это время была чума. Во время эпидемии чумы умерла первая любовь, которая, кстати, была бывшая простедутка. И Настрадамус решил что его призвание борьба с эпидемией. 22-летний Настрадамус прервал занятия и 4 года боролся с чумой по всей стране. Он первый применял антисептики и настраивал на строгом соблюдении гигиены. В 1529 году возвращается в Монт-Пелье и продолжает занятия медициной. Затем получает диплом доктора. Настрадамус дал труднейший экзамен на степень доктора в присутствии множества жителей города, болеющих за него. Затем он переезжает по приглашению в Тулузу. И там он женился, у него родилось двое детей. Его очень ценили как врача. Но затем опять происходит чума. Происходит чума, его жена и сын умирает. В 1546 году Настрадамуса приглашают возглавить борьбу с эпидемией ВЭКСИ и ПРОМВАТСИ. И в результате очень быстро, очень быстро эта эпидемия сходит на нет. Потому что он применяет новые для того времени санитарные и профилактические мероприятия. Как вы думаете, санитария и гигиена, которую применял Докстрадамус, откуда она взята? История. Правда? История. Мы все видим, как поступить с нечистым сосудом, например, или как там кашировать и так далее, что нужно кипятить воду, не оставлять закрытым открытый сосуд, да? Вот согласно Муксуторе, сосуд, который простоял открытый пять минут, содержимое его уже считается нечистым. Правда? Для того времени это считалось очень большим откровением. Хотя то, что он делал, уже все это было еврейской традицией. Помните, евреев часто обвиняли, когда происходила эпидемия чумы, потому что среди евреев смертность была значительно ниже. Конечно, и евреи умирали, но благодаря гигиене евреи умирали меньше. и затем Настерадамус становится врачом и астрологом. Становится врачом и королевским придворным врачом и астрологом. Потому что слухи о нем, как он покоритель холеры и чумы, сделали из него легендарную полумистическую фигуру. За победу над эпидемией муниципалитет Экса наградил его пожизненной пенсией. В 1555 году выходит на свет его первое издание Центурий. Центурий. Центурий это такие вот сотни, потому что там были четверостищие, да, и их было ровно тысяча по сто четверостищих в каждой главе. Они описывали всю историю от времени Астрадамуса до самого конца человечества. Считается, что Астрадамус в точности предсказал всю историю нашей планеты вплоть до 3646 года. Проживем ли мы до 3646 года? Не знаю. Посмотрим. Предсказал он Английскую революцию, казнь Английского короля, Кромвеля, Французскую революцию, Робеспьера, Наполеона, танки, Гитлера, Сталина, подводную лодку, атомную бомбу. Гитлер у него, кстати, написал Гислер, но мы знаем Т, да, оно считается в Ашкеназове С. Поэтому получается написание точное. Вплоть, вплоть до имени. Также подводную лодку, атомную бомбу и так далее. И он был во дворе Геодриха Второго и Екатерине Медичи. И вы многие смотрели, да, вот, был по просьбе королевы матери Анны Наварской обследовал состояние здоровья десятилетнего подростка Анри Бурбона, который стал потом Генрихом Четвертым. И он сказал этому десятилетию мальчику, вы станете королем Франции и Наварой. И так и случилось. По смерти трех королей из рода Валуа, Генрих Анри стал королем Генрихом Четвертым. И часто вспоминал предсказания Ностердамуса. Но надо сказать, что вообще предсказания эти довольно туманные и двойственные. Предсказаны Хиросима и Нагасаки, да? Предсказаны, значит, что они будут уничтожены два больших восточных города. И, кстати, он видел в летательном аппарате летящую свинью. Если мы посмотрим на летчика, который в кислородной маске, правда похожих? Да. Да, в общем, там действительно есть очень много предсказаний. Очень много предсказаний. Вот, ну, значит, затем сам Нострадамус предсказал даже в точности день своей смерти. И еще что удивительно, значит, он велел положить маленькую дощечку в свой гроб с надписью. И вот 1791 год, это время французской революции, революционные гвардейцы разрушили гробницу Нострадамуса, выкинули кости из его могилы. Один из освердителей праха, наполнив вином череп Нострадамуса и выпил за бессмертие революции. Можете представить, что делали эти великие революционеры и что тогда творилось. Вот. Но когда они открыли вот эту могилу, там оказалась точная дата на этой табличке, когда его могила будет осквермена. То есть 1500 какой-то год, да, и 1700 за 200 лет он это все предвидел. То есть мы знаем, что сейчас есть много издает вот постанов Нострадамуса советская власть, которая была самой жестокой и самой безбожной властью за всю историю. И эта самая жестокая и самая безбожная власть за всю историю должна была быть в Великой Северной стране. И она должна была продлиться 73 года, 5 месяцев и 14 дней. И значит в результате этого еще в 1974 году некто Завалишин предсказывал окончание правления коммунистов в августе 1991 года. А 12 июня 1991 года Ельцин был избран президентом России. И это было точно срок. Срок с точностью до одного дня, как предсказал Нострадамус. Вот такие удивительные вещи. Да. Ну, мы знаем, что еще не все загадки Нострадамуса разгаданы. Как сказано, что поживем, увидим. Среди евреев были немало масонов, да, и были такие тайные масонские ординации. Если вы слышали, масоны, розенкрейцы, да, розенкрейцы и различные мистики. Среди них были как евреи, так и неевреи. Одним из таких основателей теософии был Яков Беме. Яков Яков Беме. Яков 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 Беме. Яков Беме жил в 16 веке. Жил в 16 веке в Голландии. И он тоже занимался астрологией, тоже занимался исследованием высших сфер, ниных небес, то есть всеми вот этими явлениями, как инострадаус. И значит он написал так небесные деревья и кустарники непрерывно приносящие плоды свои, цветущие и прекрасно растущие в божественной силе, так радостно, что я могу не выразить, того не описать, но я лишь лепечу об этом, как дитя, которое учится говорить и никак не могу правильно назвать. Так он описывал свои видения. И в 1612 году написал книгу Аврора или Утренняя заря восхождение. Он был сапожником и в течение своей жизни ни разу не изменил своему сапожному призванию и сапожничал всю свою жизнь. Несмотря на это сапожник этот издал 13 томов своих сочинений. Ну вы знаете как всегда евреи имеют какое-то ремесло и занимаются кабалой. И занимаются кабалой. 13 томов своих сочинений. И его считают основателем движения которое называется теософия. Что означает теософия? Божественная философия. Или божественная мудрость. Значит теософия. Божественная мудрость. Следующий доктор Джон Ди. Но он не еврей. Родился в 1527 году. Умер в 1608 году был философ и оккультист доктор Джон Ди. Это уже в Англии во времена королевы Елизаветы. Джон Ди. С 1527 по 1608 год. Был философ и оккультист елизаветинских времен. Это был тоже талантливый человек. Рожденный у Эльси. Математик. В 19 лет он уже был членом Тринити колледжа в Кембридже и читал лекции в Париже. Вернувшись в Англию встретился с оккультистом Джеромом Карденом и начал искать духовного контакта, который помог бы ему в работе и в финансах. Вот такой оккультист с чисто прикладного характера, чтобы оккультные занятия помогли ему в работе с финансами. И составил он гороскоп королеви Марии Кровавой. И посетил будущую королеву Елизавету, которая находилась тогда под домашним арестом, и ее судьба была не решена и неизвестна. Может быть, ей тоже могли бы отрубить голову в то время, потому что Марии Кровавой католички предлагали это сделать, но она так и не решилась. Она умирала в страшных учениях от рака, и буквально в последний день ей подсовывали эту бумагу, но она так и не решилась написать казнь своей сестры. И вот этот человек тоже предсказал королеве Елизавете ее блестящее царствие. Естественно, после этого он сразу пошел вверх. Ди был одержим рассматриванием магического кристалла и спиритическими контактами. В 1582 году он нанял Барнабу Соло в качестве созерцателя магического кристалла. Затем у него был помощник Эдвард Келли, ирландец-ученик-аптекаря, которому за подлох отрезали уши. Будучи прирожденным медиумом и обладая способностью входить в состояние транса, Келли работал у Ди за 50 фунтов стерлинного в ход. Предполагает, что он контактировал с неким ангелом по имени Эйв, который диктовал ему советы на магическом языке Енаха. В 1582 году, когда Ди посетил Богемию, Келли убедил его, что их дух-руководитель меди не хочет, чтобы они обменялись женами. Что они и сделали. вот такие явно люди одержимые каким-то ведущим бесом, ведущим духом. В 1582 году Ди вернулся в Англию и нашел свой дом ограбленным, а библиотеку разрушенным. Он получил место у правителя христианского колледжа в Манчестере и провел последние годы в бедности под постоянной угрозой ареста из-за репутации колдуна. Еще один из лжепророков Андреев Даниил автор знаменитой Роза Мира книги. Вот если вы считаете, это уже современные всякие оккультные течения, да, они имеют в этом корне. родился 2 ноября 1906 года в Берлине. Его мать Александра Михайловна Виллигорская скончалась от послеродового заболевания и отстевшего ребенка взяла тетка жена московского врача Филиппа Александровича Доброва и в этой семье он жил как родной сын. У этого человека довольно рано проявил склонность ко всяким мистическим и оккультным вещам. Вначале он учился в гимназии и гимназия ему уже была закончена как уже советская школа. Университет для сына непролетарского писателя оказался закрытым и Данил Леонидович закончив высшие литературные курсы. Данил Леонидович работал художником шрифтовиком и продолжал свои различные оккультные вещи. Во время войны он работал над большим романом «Странники ночи». В 1942 году был мобилизован. В армии по состоянию здоровья служил нестроевым рядовым. Шел через Ладогу ледовой трассой в осажденный Ленинград. Хоронил убитых братских могилок, читая над ними за упокойные молитвы. В то время каждый второй человек был агентом КГБ. Предавали не только друзей, доносили на близких и на родных. Не из ненависти, а просто для того, чтобы отметили их преданность и старательность. В апреле 1947 года семью Андреевых арестовали. Затем полуторогодичное следствие на Лубянке в Лефортове и приговор 25 лет тюрьмы ему и 25 лет лагеря его жене. Все написанное им до ареста, роман, стихи были уничтожены. И Данил Леонидович отдувал срок во Владимирской тюрьме. После прихода в власти Хрущева этот срок не был отменен, но уменьшен с 25 до 10 лет. И так как это засчитан был фактически отбытый им срок, то он был выключен на свободу, но не получил даже компенсации, как незаконно репрессированный. И вернулся на волю в 57 году в состоянии очень тяжелом после перенесенного в тюрьме инфаркта. Он создал вот это свое учение «Роза мира». Ученики считают, что Данил Андреев написал Библию нового учения. Они говорят, что он явился Иоанном Крестителем, возвестившим о приходе Мессии. И вот всякие оккультные учения Андреевы вы можете встретить до сих пор. и в интернете, и могут вам такое предлагать. Роза мира была основана на основе его личного духовного опыта, его видений, посещавших его ранней юности. А в тюрьме у него развился особый дар светлых сил. У него были озарения, связанные с миром, светом. Вот такая личность. Это что касается таких оккультных личностей. Теперь перейдем к личностях лжемессии претенденты на мировое господство. Лжемессии претенденты на мировое господство. И пожалуй таким самым выдающимся личностью это мы знаем Тему Чин или как мы его звали Чин из Хана. Но у него был предшественник. Предшественник, которого звали Атила. Которую называли Бич Божий. Вообще Атила это искаженное название. Звали его Эдиль. Эдиль что значит благородный. Либо говорят Этиль Волга река. Он мать у него была славянка а отец Гун. Кто такие Гунны? Гунну отвечают на китайском языке бандиты а разбойники. Даже в Японии был такой Сив Луся Гун. То есть победитель Гунов. Гунны жили на территории современного Синьцзяня на границе с Китаем и китайский император предпринял ряд карательных экспедиций против Гуннов. И Гунны двинулись на запад. Гунны пришли на территорию Казахстана. А в то время в Казахстане еще жили осетины если можно так сказать вот они назывались Геты или Масагеты есть вот такой золотой человек видели да вот но он не казах а именно осетин осетин и само название Ясы или Асы вы еще знаем Черкассы вот Яса Кишиневская операция да языги в русских летописях кстати дайте дайте мне свободу знаете князь Игорь против кого воевал я до сих пор не могу понять при чем тут половецкие пляски когда он воевал против осетин на территории теперешнего Краснодарского края перешел через Дон и там воевал против осетин при чем тут половецкие пляски я не знаю да и так видите гунны сами себе называли гуры были ли они тюрками или были монголами до сих пор еще гадают вот у меня здесь карты нет там была карта потом покажу алтайская языковая группа считается что по Библии они происходят от Яфета сына Яфета Магога от Гога Магога есть ассоциация да и вот этого Магога был потом который назывался Тогарма Тогарма отсюда татары тугары да тугарбей слышали вот Тогарма вот и эта группа алтайская языковая семья делится на три самая восточная это Манжуры в районе Байкала это Саяны Саяна Шушеска это ГЭС и в области Бурятии жили сами монголы а западнее в районе Енисея уже тюркские племена в частности таты татары и киргизы киргизы жили в районе Красноярска в те времена можете себе представить а гуны самое название их было гуры гуры и если мы сейчас говорим Венгрия она называется Гунгария потому что те гуры которые основали были Гунгуры а также еще они имеют другие названия Гунгуры Угры Уйгуры Джунгары знакомо вам название кто живет в Казахстане они могут себе это представить и другая группа гуров назывались Булгуры и они до сих пор есть это Булгары и была Волжская Булгурья Булгария которые это собственно говоря потомки Волжских Булгар это современные Казанские Татары чтобы вы себе можете представить исследователь иностранцев историк сообщает о гунгском хане Кагане у них хан Каган назывался о гунгском Кагане Жиде первом переселившийся со своей ордой на территорию современного Казахстана я пошутил Жиде 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 его звали возможно в его честь Жиде вокзал вот смотрите есть Казанский вокзал есть Фетербургский Московский вокзал но только в Одессе есть Жиде вокзал хорошо итак первый казахский хан Жид в 48 году значит он основал там Каганат свой и построил город на реке Талас город Тарас Тарас возможно отсюда и пришел Тарас Бульба а теперь делаем перерыв интересно интересно